Мы разыскиваем мошенника, который начал работать на Восточном побережье. Он использует новую схему махинаций с чеками. Я её назвал «дымовая завеса». Открывая счета, он получает чековые книжки, а потом меняет банковские коды, наносимые магнитными чернилами. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста. Штаб-квартира ФБР, Вашингтон. Агент Моллин, там сбоку должна быть квадратная кнопка. Ну что, скоро? Что тут сложного? Да, да, да. Спасибо, агент Моллин. Здесь мы видим расположение 12 банков Федеральной резервной системы США. Следующий. В каждом из них специальный скан рассчитывают с чеков банковские коды. Следующий. Затем чек отправляется в соответствующее отделение. Карл, может, пояснишь, о чём идёт речь? Популярным языком. Мы не все знакомы с технологией банковских мошенничеств. Номера отделений на Восточном побережье от 0,1 до 0,6, в центре 0,7, 0,8 и далее по порядку. То есть номера внизу чека имеют смысл? Я написал об этом в рапорте два дня назад. Поменяв 0,2, допустим, на 1,2, можно отправить чек, обналиченный в Нью-Йорке, не в Федеральный резервный банк Нью-Йорка, а прямиком через всю страну, в Сан-Франциско, судя по коду. Банк обнаружит фальшивку спустя две недели. Вывод. Человек может оставаться в одном месте, выписывать фальшивки и пускать их в путешествие по всей стране. Слушай, поставь в известность мою жену. Она у нас занимается чековыми книжками. Следующий... Следующий... Следующий...